В данной квартире проживал одинокий мужчина, и после его смерти некоторое время квартира пустовала. Мы эту квартиру распределили, то есть предоставили семье для проживания, семье, которая состояла у нас на жилищном учете. А когда жильцы пришли в квартиру, оказалось, что в квартире стоит новая дверь и ключи, которые мы им выдали, не подходят к этой двери, а в квартире живут посторонние люди. Чиновники обратились в суд. Представители Фемиды приняли решение принудительно выселить незаконно проживающих здесь Татьяну Дегтянникову и членов ее семьи. Но дверь приставом никто не открывает, хотя слышно, что внутри кто-то есть. Люди в погонах принимают решение взломать дверь. Решение о принудительном выселении суд вынес более полугода назад. Тогда же Татьяну привлекли к уголовной ответственности за самоуправство и назначили наказание – 180 часов обязательных работ. Наказание женщина уже отбыла, но и после этого семья незаконно захвачена жильем, она не покинула. Мотивирует это тем, что жалко денег, потраченных на капитальный ремонт. Глава семьи на этот раз просит приставов с выселением повременить. Я вас просила на основании вот этой бумаги до 26 числа, не выселяйте ради Бога, по той простой причине, что в квартиру, в которую мы переселяемся, она еще не свободна от жильцов. На основании чего пристав должен откладывать? У вас было время с февраля 2010 года все вопросы эти решить. Срок вам давался неоднократно. Пока длилась судебная тяжба, законные квартиросъемчики, муж с женой и их дочь шестиклассница сперва снимали комнату в общежитии, затем ютились родственников и друзей. Мечта Сергея – поскорее врезать в дверь квартиры новый замок и начать готовиться к долгожданному новоселью. Тут у меня будет стоять шкаф, огромный большой, детская кровать будет, компьютерный стол. Вообще очень много было истрачено нервов, времени, боролись за свою квартиру, за свое жилье. Татьяне Диктянниковой на сборы дают несколько часов. Если незаконные жильцы не покинут квартиру уже сегодня, их имущество опишут и вывезут на специальный склад. Хранение домашнего скарба в казенном месте обойдется им почти по 500 рублей за сутки. Расходы на перевозку и услуги грузчиков тоже придется оплатить из своего кармана.